Но знаешь, почему, Кадыров, ты будешь, ты вынужден всегда проводить эфиры со своими прихвостнями, со своими лизоблюдами и с ними обсуждать мои слова. Но ты никогда не посмеешь выйти со мной в эфир и как-то со мной оспорить эти моменты. У меня теперь по-новому буду запускать свои эфиры. У меня теперь появилась заставка, с которой будут начинаться наши эфиры. Вот так она выглядит. Так, прическа нормальная, прямая эфиря. Усом с войном. Как оказалось, мой постоянный зритель, ему очень нравится, когда я причесываюсь в эфире, поэтому теперь мы будем вот так вот начинать наш эфир из того, что мы будем прихорашиваться прямо на камеру. Правда, не настолько, как это рекомендует делать сам Кадыров в своем знаменитом сторисе с Тиной Канделакей. Он там говорит о каких-то, я даже не знаю эту терминологию, вещи, которые клеятся под глаза для прихорашивания. Но в целом, мне очень понравилось, что вы так радуетесь, когда я причесываюсь в эфире, поэтому буду чаще теперь радовать ваш глаз. И нос, кстати, тоже буду теперь чаще чесать. Вам это тоже, оказывается, очень нравится. Это признак того, что я вру, оказывается. Но здесь тоже есть самый главный момент. Я-то его чешу. Главное не переходить на то, чтобы вырывать из носа волосы в прямом эфире. Вот этого я еще никогда не делал. И когда я увидел, как это делает мой постоянный зритель Рамзан Кадыров, ну что-то мне показалось, что это чересчур. Наверное, все-таки лучше просто почесывать нос, чем в эфире прям вырывать оттуда волосы. Для этого все-таки существует другое время и другое место. Патчи называю. О, патчи, точно. Патчи. Как-то Кадыров с Канделаки нам говорил о том, что Канделаки ему выслала патчи, и он теперь будет их использовать, чтобы выглядеть красиво. Я все-таки еще не настолько готов к переводу своего формата на бьюти-блог. Поэтому пока оставим эту тему Кадырову. Пусть он у нас прихорашивается в эфире, использует патчи, вырывает волосы из носа. Мы пока максимум причешемся, наверное, если... И то только лишь с той целью, чтобы немного презентабельнее выглядеть на камеру, так как мы все-таки внешне не так красивы, как Рамзан Ахматович. Поэтому нам приходится немножко приукрашивать себя, чтобы выглядеть немного приятнее. Рамзан Ахматович, он от природы человек, одаренный красотой, красноречием, интеллектом, просто колоссальным умом, и академик, и кандидат всех в наук, и мастер всех видов спорта, и воин, и строитель, и кем только человек не является. У нас просто нет стольких талантов, поэтому нам приходится немного доделывать себя. В своем этом эфире Кадыров по своей глупости показал то, что он очень пристально наблюдает за каждым моим эфиром, за каждым моим словом. Я, видимо, вот опять из-за своей недалекости не успели ему, наверное, подсказать люди, ведь тактика была такова, что ему вообще ничего не интересного, вообще меня знать не знает, там где-то кто-то что-то говорит, но ему на это наплевать. Но в этом эфире он показал, что за каждым моим словом он настолько пристально следит. Он сидел и комментировал там то, что я говорил по поводу незнания этими им и его детьми русского языка, про то, что они являются колхозниками, из которых деревню никогда вытащить невозможно. Все эти моменты он сидел и как-то комментировал. Но знаешь почему, Кадыров, ты будешь, ты вынужден и будешь всегда проводить эфиры со своими прихвостнями, со своими лизоблюдами и с ними обсуждать мои слова. Но ты никогда не посмеешь выйти со мной в эфир и как-то со мной оспорить эти моменты. Потому что ты прекрасно понимаешь, что в разговоре со мной, на моем фоне, ты будешь выглядеть убого, ты будешь выглядеть жалко. Этот разговор, ты никогда, ты в нем никогда не выйдешь. Не то чтобы победителем, просто в каком-то хорошем, достойном свете ты никогда не выйдешь. Ты будешь выглядеть жалко. И максимум, что ты сможешь добиться от этого разговора, это жалость. И это тот момент, который вы не можете себе позволить. Здесь ты прекрасно понимаешь, что выйдя со мной в эфир, вы не сможете это потом на монтаже как-то откорректировать, сделать так, чтобы твои ответы, твои вопросы, твои какие-то высказывания, чтобы они выглядели более убедительно. Вы не сможете это сделать. И это заведомо проигрышная ситуация для тебя. Поэтому раньше, до того, как я тебя вызвал, дважды я тебя вызывал, и ты дважды не вышел, до этого ты еще делал такие заявления, что мы любому часами будем доказывать, пусть попробуют с нами, здесь, вот, мы готовы. Ты делал эти заявления, но сейчас ты их уже не делаешь. Потому что ты прекрасно понимаешь, что это ситуация, которая для тебя неприемлема. Единственные эфиры, в которые ты можешь выходить, в которые ты позволишь себе выйти, это эфиры с твоими лизоблюдами, своими прихвостнями, где не будет вообще никакого диспута, никакого спора, где не будут тебе задавать какие-то вопросы, где не будут тебе показывать на твои двойные стандарты, на твою ложь, на твою ничтожность, на твое предательство, предательство твоего и твоего отца. Ты это прекрасно понимаешь. Поэтому продолжай делать такие эфиры с Даудовым, Делимхановым и прочими своими лизоблюдами. Это и есть тот твой уровень, твоя ниша. И я хочу сказать о одном моменте, который ты там так коснулся вскользь, по поводу твоих жен, их имущества. Я так понял, это тоже ты как-то в мой огород кинул камень, но ты промахнулся. Это не мой огород, нужно кидать такие камни, потому что мне лично плевать, сколько у тебя жен. И более того, я убежден в том, что ты имеешь право на свою личную жизнь иметь сколько ты хочешь жен, или иметь какие-то отношения, я за это никогда тебя не упрекал и не упрекаю. В этой ситуации я наоборот, наверное, указываю на то, что российские законы, наверное, им нужно как-то менять, раз они хотят подобные вещи твои контролировать. То есть иметь несколько жен, многоженство России не запрещено, его нельзя узаконить, его нельзя оформить в соответствии с законодательством, то есть делать ЗАГС, но это не преследуется. Ты можешь иметь сколько хочешь жен, ты можешь иметь любовниц там на стороне и устраивать вообще какие-то грязные вечеринки все вместе. Это законам российским никак не преследуется. Поэтому претензии в твой адрес из-за наличия у тебя там нескольких жен, мне они тоже непонятны. И в данном случае я, наверное, буду выступать скорее твоим адвокатам и указывать россиянам на то, что если они хотят тебя привлечь за то, что ты делаешь подарки своим женам или там девушкам своим, то им нужно менять свое законодательство. Ты не обязан, конечно же, декларировать то имущество, которое по закону не входит в декларацию. Однако я указал на то, что твоя действующая супруга, у нее есть фейковое имя, и это уже является нарушением закона. Это другой момент. Но в целом кидать в мой адрес какие-то камушки из-за того, что там кто-то напечатал про то, что у тебя есть несколько жен, у нас все знают, что они у тебя есть, и никто по этому поводу никаких вопросов или претензий к тебе не предъявляет. Так что на будущее, пожалуйста, твоя личная жизнь, твоя семейная жизнь, из глубины души мне на нее наплевать. В мой адрес больше такие камушки не кидать. Это, пожалуйста, туда, в сторону твоих хозяев в Россию. Пускай меняют законодательство, если хотят как-то эти вопросы твои контролировать. Томсу, о чем ты говоришь? Рамзан Кадыров не имеет права заключать браки с мусульманами. Ты забыл, что он вернулся? Мы говорили про то, что он не нарушает российский закон, если он имеет отношение с двумя, тремя или десятью женщинами одновременно. Российский закон он никак не нарушает, так как российский закон это не регламентирован. Поэтому вопросов к нему по этому поводу быть не может. А так сказать, что у него есть действительно несколько жен, в этом, я думаю, никаких проблем нет. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова